всем привет вы на канале крутые идеи своими руками и сегодня я вам предлагаю сделать вот такую вот сову это я нарисовала на пергаментной бумаге перерисовала с экрана телефона нашла нужную картинку которая мне понравилась и перерисовала теперь нам нужно вот эти части перенести на фетр вот их вырезала отдельно и вот такие вот части совы у нас получились из фетра прикладываем сравниваем чтобы все по размеру совпадало вот таким вот образом крылышко честно мы приклеим я использую супер клей вот такой вот 88 можно в принципе любой клей который у вас есть под рукой так вот аккуратненько соединяем крылышко сверяя его с рисунком по контуру вот таким вот образом дальше берем второе крылышко и точно также приклеиваем длинные перья к основанию вот так сверяя все четко каждую детальку по контуру рисунка теперь основная часть сверили и приклеим хвостик теперь собираем саму дальше на основную часть мы приклеиваем крылышки я беру тот же клей он быстро схватывается удобный и крепко хорошо приклеивает таким вот образом опять же четко сверяя с контурами рисунка приклеиваем крылышко и второе теперь я беру белую ниточку она мне такая глянцевая можно взять принципе любую белую ниточку и такими стежками неровными неаккуратными обычными стежками прошиваю каждая длинная перышко вот таким вот образом мы как бы делаем такой акцент с помощью нитки на каждом перышки произвольные стежки на небольшом расстоянии вот таким вот образом на каждое перышко и на хвостики и на крылышках вот что у нас получилось теперь сделаем белую грудку с мордочкой это у меня обычный флизелин или дублерин я беру специально такой чтобы мне было видно и легко можно было обвести четкие контуры грудки и головы вот таким вот образом карандашом я все отмечаю и вырезаю вы можете взять принципе любую белую ткань ну вот такой вот полупрозрачный дублерин очень даже удобен для этого аккуратненько вырезаем и можно приложить посмотреть вот отлично теперь берем тоже белую ниточку и пришиваем стежками вокруг тоже стежочки такие произвольные неровные в этом и прелесть этой совы здесь не нужно как-то соблюдать какую-то супер ровность все имитирует перышки поэтому вот так вот просто произвольно на небольшом расстоянии обшиваем по краю белой части полностью белыми ниточками вокруг вот таким вот образом захватывая край вокруг края обшиваем ниточкой вот что у нас получилось плотная обшивка можно два раза пройтись иголкой чтобы был более выразительный шов теперь я еще добавлю немножко швов близко к друг другу по шейке чтобы больше выделить голову отдельно от грудки швом зад иголкой вот таким вот образом мы выделяем голову вот так теперь можно добавить еще вот таких вот вертикальных стежков разной длины которые сходятся в центре и делаем такую имитацию перышек такие рельефные швы тоже неровные они такие вот разные по длине но все самое главное должны сходиться в центр центр грудки это дает дополнительный объем придают структуру и делает изделие более интересным вы можете добавить столько стежков сколько хотите я в таком хаотичном порядке сводя я добавляю все к центру добавляю стежочки вот таким вот образом можно сказать гладью вышиваете но в хаотичном порядке такие стежочки можно добавить и на лобик сове то есть в центре разной длинные стежочки тоже будут смотреться хорошо и на головке теперь берем черную нитку и вышиваем глазки и носик на глаз как делаем несколько стежков можно два три вот таким вот образом потом делаем соединительный один стежок и вышиваем клювик клювик вышиваем сверху вниз несколько стежков которые сходятся в центре внизу в одной точке идут в одну дырочку вот таким вот образом близко расположены друг другу стежки сходятся в одной точке внизу клювика добавляйте их столько сколько вам хочется чтобы хорошенько вырисовался клювик дальше делаем соединительный стежок и вышиваем второй глазик добавляя два три стежка чтобы он был более выразительный вот таким образом теперь добавляем две черные бисеринки для глаз это не обязательно но так более красиво как мне кажется размещаем их по центру между стежками вот таким вот образом теперь я беру бисер обычный чешский блестящий мелкий бисер и вышиваю головку опять же тоже в хаотичном порядке в самом центре будет больше бусинок сосредоточено а по краям бусинки будут реже и реже таким образом будет такой переход от плотной обшивки бусинками и дальше по головке будут бусинки реже пришиты вот таким вот образом пришиваем бисеринки голове совы бисерина бисеринка центре более плотно у нас пришиты а по краям менее плотно к такой небольшой градиент получается теперь я беру пайетки вот у меня вот они были в такой вот полосочки на метраж и эти пайетки я пришиваю по краю крыла пришиваю таким образом чтобы пайетка немножко заходила на вот эти вот длинные пилот перья стежок идет вверху пайетки вот таким образом пришивая одну за другой в плотно плотно друг дружке мы обшиваем вот так вот все крылышко и добавляем плотно к тому ряду который мы прошили уже еще один ряд таким же образом чуть чуть выше располагаю пайетки чтобы они немножко заходили друг на друга вот таким образом пришивается второй ряд пайеток шовчик располагается сверху и вот так вот аккуратненько плотно к нижнему ряду их друг другу аккуратно пришиваем вот таким вот образом нам нужно будет сделать и второе крылышко тоже теперь берем бисер блестящий и нашиваем плотно близко к пайеткам слой за слоем бисер я вот решила еще добавить несколько бисерин между блестящими несколько бисерин белого цвета чтобы был были переходы цвета интересные хаотичном порядке в раз на расстоянии определенным друг от друга таким вот образом плотно пришивая и постепенно бисер становится все реже и реже чем выше голове тем реже пришивается бисеринки чем ниже крылу тем плотнее теперь берем и делаем то же самое на втором крылышке пришиваем сверху бисеринки хаотичном порядке а снизу сделаем ряд пайеток по плотности таким же образом пришиваем как и на том крыле вот что получается в итоге теперь мы вот это крылышко большое по краю обшиваем белой ниткой выделяем его крае плотные стежки друг другу вокруг края таким же образом как мы пришивали белую часть грудки и голову точно также плотно плотно располагая стежки вокруг мы обшиваем полностью по кругу крылышко до длинных перьев и таким образом мы его выделяем вот так теперь я беру и приклеиваю нашу сову слою фетра то есть мы закрываемся вот эту часть где у нас ниточки находятся вот таким образом и заодно уплотняем ее теперь вырезаем вырезаем оставляя перышки перышки мы не дублируем обшиваем теперь вместе с с приклеенной частью вокруг сову тем же швом как руткой крылышка вот что у нас получилось вот такая вот совушка она может быть и как брошка носиться с булавочкой а может быть как украшение для елочки смотрите-ка хорошо смотрится такая вот снежная сова в серебристо-серых с белым тонах очень стильная красивая игрушка или украшение подписывайтесь на мой канал потому что будет еще много чего интересного всем пока